Самое лучшее время на даче – это будни. В то время, когда в выходные дни сюда приезжает огромная масса людей, гасится интернет тут же, поскольку большое количество желающих сделать себе селфи, выложить в интернет, посмотреть какой-то ролик в ютубе или на каких-то других платформах или посидеть в соцсетях, мессенджерах – всё это достаточно сильно бьёт по интернет-трафику, поэтому в выходные дни я предпочитаю с дачей куда-нибудь уезжать. То есть у меня, знаете, так вот, когда все идут на дачу, я стараюсь уезжать с дачи. Ну, во-первых, мне позволяет это мой график – сутки трое, поэтому я и в такие вот, скажем так, пиковые дни стараюсь сюда не ездить, то есть пиковые дни – это пятница со второй половины дня и, соответственно, воскресенье весь день. То есть если в пятницу ехать с Москвы или в субботу, здесь обязательно попадёте в пробку. Никому эти пробки не нравятся, соответственно, в воскресенье будет то же самое. Поэтому самый лучший способ – это будние дни, если есть такая возможность проводить на дачи, а выходные дни, наоборот, и уезжать, допустим, обратно в Москву и делать какие-то свои дела, да, то есть всё, скажем так, вот, кверх тормашками. Ну, на самом деле, если у вас нет дачного опыта, вы, наверное, не поймёте то, о чём я говорю, но если у вас есть дачный опыт, наверняка вы поймёте то, о чём я говорю. Потому что в СНТ, особенно вот эти маленькие СНТ 6800, здесь это, по сути, как большая коммуналка, все друг друга видят, все друг друга слышат. Поэтому если кто-то там, скажем так, что-то там подопьёт конкретно и будет всю ночь долбить радио шансон, то навряд ли вам захочется спать под такую музыку и, скажем так, наверное, быть явно некомфортным. Но тут дело не только в радио шансон, тут любая громкая музыка, которую могут ночью включить, в общем-то, и потом, ну, просто-напросто человек выпил, упал, там где-то спит, и он уже, ну, он не может это уже выключить, а всё это будет всю ночь идти. Поэтому в выходные дни я стараюсь как бы покидать дачу и, ну, ходиться, скажем так, в Москве решить какие-то свои дела. Поэтому обратите внимание на вот эту вещь, то есть, когда все куда-то рвутся, надо, наоборот, оттуда вырываться. Спасибо за внимание.